Письменное деление на трехзначное число Научимся применять полученные знания на практике Продолжим работу по совершенствованию техники устного счета Вы, наверное, скажете Ой, деление на трехзначное число это очень сложно Однако глаза боятся, а руки делают Я думаю, что вы уже неплохо усвоили деление на двухзначное число Но все-таки стоит повторить этот прием 5494 разделить на 67 Вы 67 заменяли круглым числом Делили все неполные делимые на это число И находили таким образом пробную цифру частного А потом умножали на нее делитель и проверяли, подходит ли эта цифра И так с каждым неполным делимым Деление на трехзначное число выполняется аналогично Ребята, а какими числами мы будем заменять трехзначные делители? Подумайте, пожалуйста Молодцы, посмотрите на экран, сверьтесь со своими предположениями Правильно, мы будем заменять их круглыми сотнями А теперь давайте попробуем разделить 744 На 248 В частном будет одна цифра Заменим число 248 круглым числом 200 200 – это произведение чисел 100 и 2 Делим 744 на 100 Полученное число Полученное число делим на 2 Получаем 3 3 – это пробная цифра Умножаем 248 на 3 В ответе получаем 744 Значит, частное 3 найдено верно Записываем цифру 3 в частное Заканчиваем деление В остатке получаем 0 Значит, ребята, частное чисел 744 и 248 равно 3 Разберем еще один пример 28791 разделим на 457 Так как первая цифра делимого меньше первой цифры делителя То первым неполным делимым будет число 28079 десятков В частном у нас будет две цифры 457 заменяем круглым числом 400 400 – это произведение чисел 100 и 4 2879 разделим на 100 Получаем 28 28 разделим на 4 Получаем 7 7 – это пробная цифра Проверяем 457 умножаем на 7 В результате получаем 3199 Это число больше неполного делимого Придется в качестве пробной цифры взять цифру 6 Выполняем умножение 457 умножаем на 6 Вычитаем остаток Из 2879 мы вычтем 2742 Получаем остаток 137 Остаток, ребята, меньше делителя Поэтому цифра 6 нам подходит Записываем ее в частное Выполняем вычитание Сносим следующую цифру 1 Второе неполное делимое 1371 1371 делим на 100 Получаем 13 13 делим на 4 Получаем 3 3 – это пробная цифра Перемножаем 457 умножим на 3 Отлично! Ребята, посмотрите Пробная цифра оказалась верной Значит, мы ее записываем в частное И выполняем деление до конца Частное чисел 28791 и 457 равно 63 Я надеюсь, вы убедились, что деление на трехзначное число Нисколько не сложнее, чем деление на двухзначное число Давайте проговорим алгоритм деления на трехзначное число Первое Найду первое неполное делимое Второе Определю число цифр в частном Третье Сделаю прикидку Четвертое Подберу пробную цифру частного Округляю делимое и делитель Делю Умножаю Проверяю Подходит ли цифра частного Вычитаю Нахожу остаток Если он есть Для закрепления данного материала Я предлагаю выполнить домашнее задание На странице 72 Найдите номер 279 Пользуясь алгоритмом деления На многозначное число, с которым мы сегодня познакомились Решите примеры на деление И надо будет решить задачу 280 На стройку привезли 120 тонн цемента Песка в два раза больше А щебенки в четыре раза больше, чем цемента Для получения бетона израсходовали третью часть всех этих материалов Вам необходимо будет поставить вопрос к задаче и решить ее Ребята, спасибо за внимание На этом наш урок окончен Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведем урок русского языка для учащихся четвертого класса Тема урока – морфологический разбор глагола Сегодня мы повторим изученные ранее глаголи Научимся выполнять морфологический разбор глагола И закрепим умение определять прижение глаголов 12 апреля – день космонавтики Миру коплещет Юрию Гагарину Человек в космосе Капитан первого звездолета Наш советский Великая победа разума и труда Прочитаем текст 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос Этим отважным смельчаком был гражданин СССР Он облетел Землю на космической ракете Его звали Юрий Алексеевич Гагарин Вся планета гордится его подвигом Что общего у слов? Состоялся, был, облетел, звали, гордиться Верно, это глаголы На какой вопрос отвечают глаголы и что обозначают? Глаголы отвечают на вопрос «что делать?» и обозначают действие предмета Проведем словарную работу Слово «космонавт» Словарное слово, которое нужно запомнить Подберем однокоренные слова «космос», «космический», «космодром» и так далее Придумаем предложение со словом «космонавт» Космонавт выходит в открытый космос Напоминаю вам, что прежде чем произвести морфологический разбор глагола Вы можете найти его в учебнике «Русский язык 4 класс» на странице 147 Морфологический разбор глагола начинается прежде всего Мы должны определиться, какая это часть речи Разбор глагола Первая часть речи Что обозначает, на какой вопрос отвечает Начальная форма, неопределенная форма Спряжение Время Лицо и число Для глаголов в настоящем и будущем времени Род и число для глаголов в прошедшем времени И роль в предложении Устный разбор будет выглядеть так Летят перелетные птицы Летят Глагол Слово обозначает действие предмета И отвечает на вопрос Что делает Начальная форма Лететь Второе спряжение Глагол употреблен в настоящем времени В третьем лице Во множественном числе Предложение является сказуемым Птицы что делают? Летят Вспомним, что такое начальная форма глагола Неопределенная форма глагола Это начальная форма Это неизменяемая форма глагола Она не указывает ни на время Ни на число глагола Глаголы в неопределенной форме Отвечают на вопрос Что делать или что сделать И чаще всего они имеют суффикс ТИ или ТИ Что делать? Писать Решать Вести Что сделать? Написать Решить Привести Изменение глаголов по лицам и числам В форме настоящего и будущего времени Называется спряжением глагола По личным окончаниям глаголы Делятся на две группы Глаголы первого спряжения И глаголы второго спряжения Как определить спряжение глагола? Спряжение глаголов с безударным Личным окончанием Определяется по неопределенной форме Ко второму спряжению относятся глаголы Которые в неопределенной форме Оканчиваются на ИТЬ Кроме брить, стелить То есть имеют суффикс И, перед, ТИ Глаголы исключения составляют Четыре глагола на АТЬ Слышать, гнать, дышать, держать И семь глаголов на ЕТЬ Смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть, обидеть, вертеть, зависеть К первому спряжению относятся глаголы Которые оканчиваются на АТЬ, ЕТЬ, ОТЬ, УТЬ Глаголы исключения составляют БРИТЬ и стелить Образец рассуждения будет выглядеть так Глагол КЛЕИТЬ оканчивается на ИТЬ Значит, это глагол второго спряжения Глагол ЧИТАТЬ оканчивается на АТЬ Это глагол первого спряжения Глагол СЛЫШАТЬ оканчивается на АТЬ Глаголы на АТЬ относятся к первому спряжению Но СЛЫШАТЬ является глаголом-исключением Поэтому относим его ко второму спряжению Пример морфологического разбора глагола Напомню вам, что мы составили с вами предложение Космонавт выходит в открытый космос Космонавт что делает? Выходит Это глагол Произведем морфологический разбор глагола Выходит Выходит Глагол что делает? Начальная форма выходить Второе спряжение в настоящем времени В третьем лице в единственном числе Космонавт выходит в открытый космос Космонавт что делает? Выходит Предложение является сказуемым Выполним упражнение в рабочей тетради на странице 40 Прочитаем диалог Ответ у доски Напишите предложение Девочка отдыхает Где здесь глагол? Здесь нет глагола Почему? Глагол отвечает на вопрос Что делает? А девочка ничего не делает Она отдыхает Объясните, прав ли ученик? Подчеркните в диалоге глаголы Конечно, ученик не прав Девочка хоть и отдыхает, но это все-таки действие Это глагол Назовем глаголы Отдыхает Отвечает Не делает Делает Отдыхает Пример морфологического разбора глагола Девочка отдыхает Отдыхает Глагол Что делает? Начальная форма Отдыхать Первое спряжение в настоящем времени В третьем лице Единственном числе Девочка что делает? Отдыхает Предложение является сказуемым Подведем итог Сегодня на уроке мы с вами научились выполнять Морфологический разбор глаголов Памятка о морфологическом разборе глагола Находится в учебнике на странице 147 Повторили, что такое начальная форма глагола И как ее определить Задать вопрос Что делать? Что сделать? Вспомнили, что такое спряжение глаголов? Спряжение глаголов определяется по личным окончаниям у глаголов настоящего и будущего времени Домашнее задание Выполните упражнение 101 Прочитаем Занялась заря Скоро солнце взойдет Слышишь чу соловей Щелкнул, где-то поет Суриков Укажите над глаголами время Подчеркните глаголы, которые спрягаются Или изменяются по лицам и числам На этом наш урок завершается Спасибо за внимание Здравствуйте, дорогие четвероклассники Сегодня на уроке мы поговорим о необычном герое и необычных событиях фантастического рассказа, с которым мы познакомились на прошлом уроке Но прежде я вызываю вас на мысль Давайте вспомним Какой раздел мы продолжаем изучать? Правильно, страна, фантазия Как вы думаете, о чем повествуют произведения, включенные в данный раздел? Верно, о фантастических, небывалых событиях, приключениях, героях, созданных воображением автора Определите жанр произведения, приключения, электроника Да, это фантастическая повесть Ребята, а как вы думаете, чем отличается фантастическая повесть от сказки? Фантастическая повесть – это такой литературный жанр, в котором автор рассказывает о том, что может произойти в реальной жизни Может быть, даже в каком-то далеком будущем В такой повести большое значение имеет научные открытия и технический прогресс А что же такое сказка? Сказка – это занимательные рассказы О вымышленных, необыкновенных историях, событиях, приключениях, людей, зверей, предметов На страницах фантастической повести встречаются роботы, машины времени, формулы, ракеты Ну а в сказке, например, можно встретить заклинания, волшебную палочку, шапку-невидимку, сапоги-скороходы Ребята, с каким рассказом вы познакомились на прошлом уроке? Правильно, приключения электроника Кто автор этого рассказа? Евгений Вилтистов Давайте попробуем спрогнозировать содержание нашего урока Сегодня на уроке мы продолжим знакомство с произведением Евгения Вилтистова «Приключения электроника» Еще раз вспомним события того раннего майского утра Я уверена, что вы с интересом прочитали этот рассказ А о том, как вы вдумчиво и внимательно его прочитали, вы узнаете после Блиц-опроса Положите, пожалуйста, перед собой лист и ручку Я читаю утверждение, и если оно верное, вы ставите плюс, если нет – минус Фамилия профессора – Громов Гостиница, в которой остановился Громов, называется Дубки Профессор приехал из города Нефтьюганска Он прибыл на конгресс кибернетиков Чемодан Громова имел шесть ручек В чемодане находился электроник Робота зарядили, вставив вилку в розетку Электроник после зарядки сгорел и спортился Он спрыгнул со второго этажа Сравните свои ответы с правильными и оцените себя Я думаю, что ваши ответы были верны А теперь давайте поработаем над содержанием и ответим на вопросы из текста Ребята, как вы думаете, для чего кибернетики собираются на конгресс? Конечно, для того, чтобы обменяться опытом, доложить об успехах в достижениях науки Как была организована встреча профессора Громова? Встреча была организована торжественно, что говорит о важности конгресса Что предполагает директор гостиницы, увидев черный чемодан? Он думает, что в нем приборы Что доказывает, что ящик действительно тяжелый? Лицо директора покраснело от тяжести чемодана Ребята, а какие детали благоустройства города кажутся необычными и фантастичными? Воздушное такси – это маленький вертолет И прозрачные раздвижные купола на крышах зданий А еще – видеотелефон О котором 56 лет назад, когда была написана повесть, даже никто и не мечтал И это на самом деле была фантастика Ребята, как вы думаете, почему ни один человек не мог бы догадаться, что в чемодане был кибернетический мальчик, то есть робот? Потому что робот был похож на обыкновенного мальчика А как вы считаете, почему же процедура подкрепления электрическим током была так необходима мальчику? Потому что роботы питаются электроэнергией И профессор предупредил, что электронику предстоит много двигаться Что же произошло с электроником? Робот получил заряд высокого напряжения Как это повлияло на поведение электроника? Он прыгает со второго этажа и убегает Ребята, профессор встревожен Предположите, почему? Профессор переживает и волнуется Электроник может оказаться среди людей Ребята, а в нашем современном мире нас удивляют роботы? Пожалуй, уже нет Мы привыкли к ним и почти не замечаем Например, компьютер, мобильный телефон, стиральная машина, пылесос Эти вещи прочно вошли в нашу жизнь Роботы управляют самолетами, поездами Выполняют высокотехнологичные операции на заводах Применяются в медицине, в военной технике Но самое замечательное То, что человек придумал все эти механизмы А знаете ли вы, ребята, как у Евгения Вилкистова Возник образ мальчика из чемодана Это было так Однажды он собрался в отпуск к теплому морю Несет чемодан по перрону поезду И удивляется, тяжелый Словно там не рубашки и ласты, а камни Чтоб веселей было нести, стал фантазировать Может, в чемодане кто-то есть? Может, там электронный мальчик? Вот поставлю чемодан на полку Откину крышку Мальчик откроет глаза, встанет и скажет Здравствуйте, меня зовут Электроник Вошел в купе Щелкнул замками и ахнул Оказывается, в спешке перепутал чемоданы Взял другой, набитый книгами Пришлось у моря обойтись без ласт Зато начитался волю Вот такая история с чемоданами И подтолкнула Евгения Вилкистова Создать интересное, завораживающее произведение По нему был создан сценарий трехсерийного фильма Который так и называется Приключения электроника За который в 1982 году Евгений Вилкистов получил государственную премию Этот фильм можно посмотреть и сейчас Его транслируют по телевидению во время каникул Мы с вами прочитали только эпизод А с самим приключением не познакомились Но сейчас я расскажу небольшой отрывок из этого произведения В один прекрасный день обыкновенный московский школьник Сережа Сыроежкин встречает своего двойника Робота-электроника Мальчишки очень внешне похожи, как две капли воды Но Сыроежкин заядный троечник и прогульщик А электронный, воспитанный мальчик Который хочет стать настоящим человеком Постепенно они становятся друзьями И выручают друг друга в самых разных жизненных ситуациях Но вскоре выясняется, что за электроником С его способностями ведут охоту Захотелось ли прочитать эту книгу целиком? У вас есть такая возможность Прочитать все это произведение Или посмотреть художественный фильм Приключения электроника Домашнее задание Составьте рассказ на тему Мой друг электроник Урок окончен До свидания Редактор субтитров А.Семкин